Пожалуйста, предложение. Я предлагаю перенести на понедельник и за это время отпусти... Уважаемые коллеги, я, если позволите, продолжу ту тему, которую поднял сейчас Владимир Вольфович Жириновский, относительно двойных стандартов и двуличности. Мы с вами выходим на финишную прямую выбранной кампании, и очень скоро и в этом зале, и в залах региональных парламентов появятся новые лица. И крайне важно, чтобы это были люди честные и чистые. Не раз с этой трибуны представители всех, без исключения наших фракций, говорили о необходимости избавиться от сомнительных людей в своих избирательных списках, максимально чётко и внятно проверять эти списки с тем, чтобы во власть не проходили сомнительные полукриминальные личности, заработавшие капиталы грязным путём. К сожалению, надо констатировать, что далеко не все это обязательство выполнили. Я хотел бы рассказать о том, что происходит в Самарской области, где, избираясь в настоящий момент, в Государственную Думу, являясь уполномоченным партией «Единая Россия», по выборам. Одним из лидеров списка Коммунистической партии Российской Федерации в Самарскую губернскую думу выдвинут некий предприниматель Сергей Ракитин. В движении этого человека от КПРФ полностью перечёркивают все заявления и тезисы коммунистов о защите трудящихся, о честности и справедливости, потому что с тем же успехом общество вегетарианцев мог бы возглавить каннибал. Кто такой, господин Ракитин? У меня в руках письмо, обращение председателю КПРФ Геннадию Зюганову, которое подписали многочисленные руководители общественных организаций, ветеранских организаций, профсоюзных организаций, ветераны предприятий, именно в связи с выдвижением господина Ракитина кандидатом в депутаты от КПРФ. Я позволю себе зацитировать, прочитать отсюда несколько фрагментов. В нашей области, пишут эти люди, ни для кого не является секретом, что Сергей Ракитин много лет представляет интересы бизнес-структуры предпринимателей, сколотивших многомиллионное состояние на разорении и банкротстве флагманов самарской промышленности. Профессиональный рейдер Ракитин персонально причастен к гибели множества промышленных предприятий региона. Так, его стараниями был полностью уничтожен легендарный, дважды ордена Ленина, государственный подшипниковый завод номер 4 в Самаре, созданный ещё в годы войны. Сегодня на месте флагмана отечественной промышленности, который производил 40% всех отечественных подшипников, находится вещевой рынок «Караван», где торгуют китайским ширпотребом. Один из учредителей рынка – будущий депутат-коммунист Сергей Ракитин. Кстати, добавлю о том, что там ещё ночной клуб находится. Ракитин же несёт прямую ответственность за уничтожение Тольяттинского завода «Куйбышев фосфор», самого крупного предприятия СССР по выпуску фосфора и его производных. Этот список можно продолжать ещё долго. Отвлекусь от этого обращения. В Самаре бытуют активные слухи о том, что прохождение Ракитина в Губернскую думу, а он стоит четвёртым номером в общерегиональном списке, что гарантирует ему прохождение, произошло не просто так, и Ракитин якобы является спонсором коммунистов. На днях это подтвердил и первый секретарь Самарского обкома комсомола Никита Петров, публично заявивший о том, что списки в Губернскую думу составлялись вопреки мнению простых коммунистов, и он лично слышал о суммах от 2 до 10 миллионов рублей. Кстати, в знак протеста первый секретарь обкома комсомола вышел из КПРФ, и его примеру последовал первый секретарь Самарского горкома комсомола Оксана Маслова. Неделю назад я был на дебатах с действующим депутатом Губернской думы Самарской от КПРФ Гумаром Валитовым, кандидатом в Губернскую и в Государственную думу, задал ему вопрос про Ракитина, он прямо мне сказал о том, что коммунистам неоткуда брать деньги, поэтому мы используем богатых против богатых. Не мы же украли, конечно, не вы украли. Но как быть с тем, что 8 корпусов легендарного подшипникового завода было продано за 5 миллионов рублей в самом центре города Самары? И я позволю вновь вернуться к обращению, которое подписали, повторяю, десятки людей, за спиной каждого стоят тысячи самарцев. В нашем сознании, пишут эти люди, не укладывается, что КПРФ, объявляющаяся о партии защиты трудящихся, может держать в своих рядах человека, лишившего куска хлеба десятки тысяч семей, сломавшего тысячи судеб. Для понимания, на подшипниковом заводе работало 32 тысячи человек, на заводе «Фосфор» работало 14 тысяч человек. Чьи интересы будет защищать в Губернской думе депутат коммунист Сергей Ракитин? Рабочего класса? Трудовой интеллигенции? Геннадий Андреевич. Я это говорю не от себя, я это говорю от тех, кто подписал это обращение. Мы требуем прекратить глумление над светлыми идеалами нашего героического прошлого и вывести из предвыборных списков КПРФ убийцу с главодов Сергея Ракитина. Геннадий Андреевич, нет в зале, я не могу отдать вам этот документ, подписанный, повторяю, десятками руководителей общественных организаций. Сейчас я законвертую его, отнесу в приём на Геннадия Андреевича, и вместе с самарцами мы будем ждать ответа на этот волнующий сегодня самарскую губернию вопрос. Спасибо за внимание. Мизулина Елена Борисовна. Спасибо. Спасибо. Спасибо.